Первый аят, если откроем Кур'ан, посмотрим, здесь поставлено ракм-ва-хид, первый это бисмилляхи рахмани рахим, с именем Аллаха, милостивым и милосердным. Хотелось бы остановиться на первом аяте, бисмилляхи рахмани рахим, уже зайти так, нас аля фикхия, то есть вопрос по фикху, является ли бисмилляхи рахмани рахим первым аятом сурата аль-фатиха или нет? Ихталат аль-улана, и здесь есть разогласие среди ученых. Некоторые ученые говорят, что бисмилляхи рахмани рахим, если посмотреть, перед каждой сурой написано бисмилляхи рахмани рахим, то бисмилляхи рахмани рахим не является началом каждой суры. А именно для чего оно поставлено? Для чего оно поставлено? Для фасли байна суратин валитабарру кинбиха. То есть это чтобы разделить одну суру от другой суры и чтобы взять баракат из этого. Много у других ученых есть далили, но мы не будем сейчас углубляться, но это одно основное далили за то, что они берут то, что это не аят, а именно разделяет одну суру от другой суры. Некоторые другие ученые говорят, нет, бисмилляхи рахмани рахим, это каждый аят, каждый суры, первый аят, каждый суры. Почему? Потому что их далили, то что нельзя ничего от себя писать в Куран, поэтому то, что в Куране, это все является аятами Аллаху субхану ва Та'али. Касательно суратин фатиха, все ученые говорят, что бисмилляхи рахмани рахим, это первый аят суратин фатиха. Кроме двух ученых, кроме Хусейн аль-Джа'фи и Амр бин Аубейд, они говорят, что это не является аятами суратин фатиха 6. Но мы сейчас не будем на это обращать внимание, почему? Потому что Аллах субхану ва Та'али сам сказал, мы тебе дали 7 аятов, то есть суратин фатиха и великий Аль-Куран. Имам Шафия рахмани рахима, он сказал то, что бисмилляхи рахмани рахима является первым аятом суры и не является разделением между сурой и сурой. Почему? Потому что до сурадин фатиха нет других сур, это начало, то есть если это являлось бы разделить одну сру от другой суры, тогда до фатиха должна была быть сурой, но это так как начало и бисмилляхи рахмани рахим именно является аятом. Что касательно других сур, здесь есть хэляф, есть разногласия среди ученых. Имам Налих рахмамуллах сказал, что и теперь вопрос, некоторые например кто придержит шафиинского манхаба, Они когда начинают читать намаз Бисмиллахи рахмани рахим Читают вначале потом То есть они читают его То есть произносят Бисмиллахи рахмани рахим Намаза, который читается вслух Это берется мнение Имама Шафи'и И есть другое мнение Где Бисмиллахи рахмани рахим Произносится про себя Так как имам Малик Он говорит, что пророк Мухаммад Когда читал намаз Начинал с Но больше мнения То есть даже если мы читаем Например скажем Не шафи'иты читают То Бисмиллахи рахмани рахим Нужно произнести про себя Потому что это является По большинству мнений ученых Первым аятом из сурата фатиха Бисмиллахи рахмани рахим С именем Аллаха Милостивого, милосердного